Витя Галушаков «Друг Апачий» – советский художественный фильм для детей режиссера Геральда Бижанова с Леонидом Куравлевым в главной роли. Фильм полностью снят в Днепропетровске летом 1983 года. В рамках проекта 2018 года фильмы, которые снимались в Днепропетровске в армии СССР, я делал обзор на этот фильм. Ссылка на проект будет в описании. Однако тогда, в 2018-м, я показал лишь некоторые локации и съемок фильма. В этом обзоре я покажу вам все. Узнаваемые места города. Вы увидите аллею проспекта Карла Маркса, сейчас Дмитрия Яворницкого, среднюю школу номер 23, дом на углу Центрального проспекта и улицы Шмидта, сейчас Бандеры, улицу Шевченко, улицу Ленина, сейчас Воскресенская, стадион Метеор и другие виды города. А также, внимание, единственные киносъемки кинотеатра «Космос», которого уже нет. И даже здание снесли. Две локации не определил, но уверен, вы узнаете место съемок и напишите комментарий. Итак, отличник и фантазер, школьник Витя и любитель винных магазинов взрослый человек Аркадий случайно познакомились в автобусе. Подружились. И теперь жизнь дяди Аркадия обрела смысл. Он даже устроился на работу. В люди выбивается. Эту фразу вы услышите в обзоре. А устроился он на Метеор. Стадион я тоже вам покажу. Начнем со школы. Не смотри в их сторону и не отвлекайся, если позовут. Хорошо. Боишься? Боюсь. Немножко. Значит, ты герой. Разбоишься, а все же идешь. А вот и первая неизвестная локация. Если не успели рассмотреть улицу, сделайте стоп-кадр. Четырехглазик? Подойди-ка на минутку. Нам некогда. Четырехглазик, куда же ты бежишь? Нам поговорить надо. Завтра поговорите. На перемене. Сейчас тоже быстрый видеоряд перекрестка. И довольно интересный фрагмент в автобусе. Узнали перекресток? А как вам обелечивание? Давайте еще раз медленно. Субтитры сделал DimaTorzok Это перекресток проспекта и Серова. На дальнем плане виден оперный театр. Молодежь в это вообще не верит. Впрочем, как и во многое другое. Ну вот вам факт. Бросаешь пять копеек и сам отматываешь билетик. А сейчас на Центральный проспект. Витя показывает дом, в котором он живет. Тут киномонтаж. Вид на дом снят с улицы Шевченко. Прогуляемся по Центральной аллее 1983 года. На дальнем плане дом бело-желтого цвета, в котором был магазин «Синяя птица». Помните? А этот сюжет снят на этой лейке. Вы увидите вот в том доме была «Синяя птица». Кинотеатр «Украина». В этом доме вы увидите часть «Лотоса». Только я к тебе дня через три-четыре зайду. Раньше у меня денег не предвидится. Подождешь? Подожду. Деньги, наверное, дом на кино взял? На завтрак, мороженое. А? Нет. Мама велела заплатить за свет, телефон. Помогай, значит, родителям. Молодец. А сейчас на заднем плане дом, в котором был магазин «Лотоса». Помните гастроном на углу проспекта и Шмидта? Смотрим и вспоминаем. Без комментариев. Вот, пожалуйста. Спасибо. А как-то вы сможете переплатиться на три рубля? А это ты сейчас увидишь. Пошли. Ты посиди здесь. Подожди. Там тебе пока делать нечего. Подрастешь, пожалуйста. А сейчас не надо. Я мигом. С каким скорей нужно быть? Семьей. Успеем временем навалом. А не нам палапал. Извини, задержался. Друзей вот в магазине встретил. Дядя Аркадий уже хорошо поддал с дружбанами. Почему я вставил эту нарезочку? Обратите внимание. Видите, вот башенка. Вот башенка. Магазин «Алли Виллея», дом. Это дом Зильбермана. Ну, в советское время там была Лилея. Они видели. А я боялся, что ты не дождешься. Уйдешь. Сейчас я в форме. В полном порядке. Так что пошли. Пора. И они с нами пойдут. Не удражаешь? Нет. Пожалуйста. Да. Дядя Аркадий в полном порядке и может идти куда хочет. После похода в гастроном дядя Аркадий на веселе со своими друзьями-собутыльниками идет в школу. А почему он туда идет? Узнаете. Посмотрел фильм полностью. И не важно, что он детский. Обратите внимание на реакцию женщины, которая проходит мимо. Прокрутите фрагмент. Еще раз, если не увидели. Гляньте. А это оставил для смеха. Стоять. Оп. Под ручки. Спокойной. Безобразие. Без мата. За обиду, нанесенную моему сыну, твоим сыном, будешь расплачиваться ты. Понял, нет? Понял, нет? На этом видеофрагменте вы увидите вход в среднюю школу номер 23 со стороны улицы. Помните, как говорили? Моя милиция меня бережет. Ты счетно-вычислительную машину грузил? Пошло. На помощь. Помощь уже приехала. Сейчас проверю ваши знания города. Напишите в комментариях, вы сразу узнали это место. Смотрим. Вот видишь, Томилин не приставал к тебе сегодня. Теперь ты не будешь нервничать и спокойно допишешь в свой курс. Для тех, кто не узнал, смотрим с пояснениями. Немного отвлекусь от видов города и задам вопрос зрителям. А как вы думаете, сейчас у нас хорошее образование? Дети в школе получают знания? Давайте посмотрим, чему раньше учили в школе. В разложении знаменателя дроби 12,15 содержится простой множитель 3. Эту дробь можно записать в виде десятичной, так как после сокращения ее на 3 получим дробь 4,5. А сейчас такому учат? Уже слышу крики в монитор. И зачем это надо ребенку? А вот для того и надо, чтобы не вырастали дебилы. Еще одна неизвестная локация. Смотрим. Финал все не могу придумать. И я не могу ничем тебе помочь. У меня совершенно не фантазии. Слушай, а твой папа знает, что ты пишешь повести? Нет, что ты. Он считает, что я должен стать великим математиком. Если он узнает. Жалко. Интересно было бы знать мнение взрослого человека. И том такого. Узнали место съемок? Напишите в комментарии. Давайте посмотрим, как выглядел школьный двор в 1983 году. Обещал вам показать кинотеатр «Космос». Вероятно, некоторые даже не видели его в первоначальном виде. Это был двухэтажный кинотеатр, который открыли в 1965 году. В эти годы этот район начал массово застраиваться хрущевками. И объект культурного времяпровождения был просто необходим. Смотрим. Я бы с удовольствием пошел с вами, если бы не футбол. Наши сегодня в кометы играют. Вот, чтобы не скучно было. Французское отцу подарили. Спасибо, Том. Мне не верится, что ты, это ты. Я завтра вам еще принесу. Ну и дети, уже звонок был. А вот и мой троллейбус. Ну, привет. Просто чудо, как изменился Томилин. Очень. Теперь я не знаю, что делать со своей повестью. Ведь дубину Тома я писал, можно сказать, с Томилиной. Ну как, класс, правда? И кусочек проспекта Гагарина увидели. Когда в здании бывшего кинотеатра был строительный магазин, то лестница на второй этаж, по которой люди шли в зал, это то, что напоминает о старом космосе. Сейчас поставил фрагмент, который из-за киношного монтажа, как говорят, сбивает с толку. Узнали улицу? Уверен, многие узнали. А для тех, кто не смог узнать, еще раз с подсказками. Узнали улицу. Еще одна, друзья, неизвестная локация. Давайте посмотрим внимательно. Видите? Они идут. Сделаю стоп. Обратите внимание. Вот там, в начале обзора, я вам показывал неизвестную локацию. Мне кажется, это одно и то же место. Просто там они шли вверх, а здесь они идут снизу. То есть, камера стоит, но домик, по-моему, тот же самый. И еще обратите внимание на вот эту вот, вот чашечки две. Видите? Мне кажется, что это улица Серова. Но я не уверен. А это вход в парк Чкалова. Но я не уверен. Напишите. Напишите. Вроде бы, как вверх туда это Серова. И этот домик. Я не знаю, есть ли такой домик на Серова. Давайте посмотрим. Надо же мне было нарваться на эту вид, Василий. Ничего страшного, дядя Аркадий. Отец заставит меня в воскресенье сидеть дома и забрить на зимачку. Вот и все. Домик с вот такой арочкой. Видите? Ведь не будут. Давайте, дядя Аркадий, пойдем в 51-ю школу. Может, ты нужен преподаватель по труду. Или в 16-ю. У меня... Или в 16-ю. Услышали? Друзья, я тоже учился в 16-й школе. Ну, правда, это было очень давно. И в 16-й школе я отучился только первый класс. А потом родители переехали на рабочую с 164А, получили трехкомнатную. И я пошел учиться в 15-ю школу. Вот такой вот кадр. Интересно? Узнали место? Напишите в комментарии. Этот эпизод снят на улице Ленина. Сейчас Воскресенское. Возле дома номер 4. Все показал в нарезке. Смотрите. Привет кибернетчику. Видишь, гора с горой не сходится, а человек с человеком. А, привет, Томин. Отойдем в сторонку. Поговорим один на один. У меня дела. Видишь, занят. Ты, если хочешь со мной рассчитаться, валяй здесь. Здесь? Здесь не в жилу. Давай отойдем. Всего на пять минут. Больше не задержу. Я тебя понимаю. Ты имеешь право со мной рассчитаться. Я тогда под этим делом был. Дурной. Вот если б тогда один на один, я б любого из вас тушировал. Я же чемпион города по классической борьбе. Сейчас, конечно, уже не тот. Животик вот видишь. Так ты Алексей Томилин. Ну? Я же тебя знаю. Я был во дворце спорта, когда ты Махмудова из Дагестана ковру припечатал. Здорово, да? Класс! Ну, пошли. Если хотите увидеть, как выглядит английский клуб внутри, смотрите ссылку в описании. Также спустился в подвал английского клуба «Лабиринт». Ссылка тоже будет в описании. Дядя Аркадий бросил пить. Откололся от дружков алкашей и устроился на работу. В люди выбивается. Вот они. Поберегись. Здравствуйте. А, привет. Вы дядю Аркадий не видели? А, он здесь больше не бывает. А где он бывает? Он от нас отколался. На работу устраивался. В люди выбивается. А где он работает? На стадионе. Спросил вам передать, если спросить. В люди выбивается – это частая фраза в советском быту. Сейчас не слышу ее. Витя и Нина приехали на стадион. Наслаждайтесь видом метеора в золотом. В 1983 году. Работой доволен. Кроме поля, я еще обслуживаю душевые, котельные, отлад хорошей дали. И еще премиальные. Средо-даланс получил и рассчитаю с тобой, Витя. Кибернетчик? Как дела? Не забыл, сегодня ответственная игра. А? Записал! Все будет хоккей! Узнали? Камилин, директор стадиона. Это он меня на работу устроил. Дядька, когда за что надо? А можно и мы поработаем? Конечно, можно. Здесь я хозяин. Вы обратили внимание на слова директора? Сегодня ответственная игра. Сначала я не придал значения этому, а потом в голове соединились. Днепропетровск, Метеор, 1983 год. Побеждали Днепр и становится чемпионом великой радости своих поклонников. Конечно же, режиссер не мог знать, что произойдет через пять месяцев, когда станет чемпионом Советского Союза футбольная команда Днепр в высшей лиге. А вы, мои зрители, напишите, кто с кем играл, какой счет и кто забил мячи. Завершающие кадры фильма, обеспокоенные родители и директор школы, в поисках детей примчались на стадион. Вот такой очередной кинофокус. В кадре центральный вход в наш старый цирк. Вошли, а вышли на Метеоре. Вот так смотрится конец фильма. На этом все. С вами, как всегда, Виталий Песков и канал VitaWave. Оценить мой труд и отправить свою благодарность вы можете на карту Приватбанка. Номер на ваших экранах. Пока, друзья. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. Я в восьмом ряду, в восьмом ряду, меня узнайте вы, маэстро. Пусть мы до реки, когда нет, и рабы свет нас разлучает. Но у нас одна, одна одна, скрипает музыки любовь. Субтитры создавал DimaTorzok